Вы знаете, что в последнее время я занимаюсь опционными стратегиями, я их строю, я от этого балдею. И я говорю, что в опционах можно ограничить прибыль и так далее. Вот последние новости. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я вам показывал свои опционные стратегии. Там они были на нефти построены и на индексе РТС. Мне возражают очень часто, что опционы это очень-очень рискованно, потому что они не переживут очень сильного движения активов. Поэтому давайте посмотрим сейчас на то, что произошло в последние дни. Дело в том, что в Америке в пятницу был нерабочий день. То есть биржи были закрыты в Америке. Что это значит? Это значит, что там какая-то волатильность маленькая, что большие финансы ушли. Значит, пятница, суббота, воскресенье нерабочие дни в Америке. Ну, у нас, соответственно, пятница была рабочая, но там, естественно, ничего не происходило. И сегодня утром, в понедельник, открываются биржи. С чего они открываются? Со скачка цен. То есть цены взлетели. Давайте посмотрим. Вот я так открываю с утра. Я даже не успел к открытию биржи. Прозевал что-то так вот. Ну, как-то так лениво было. Вот. Биржа закрылась в пятницу на уровне нефти 42.80. Сегодня открываю 43.60. Фактически, ну, вот как сейчас, 43.60. Практически на доллар нефть скакнула. Как пережили мои стратегии это дело? Ну, естественно, если нефть скакнула, то и индекс РТС, ну, тоже он растет. Давайте посмотрим, как пережили мои стратегии. И что я сделал. Напомню, что стратегии по нефти опционные, они нефтяные опционы на месяц. То есть у них экспирация 28 июля. А на РТС там все намного быстрее. Там недельные опционы. В четверг только. Ну, то есть закрылось. Я там хвастался, что получилось 6,3%. И тут же, естественно, открыл следующую такую же, совершенно точно такую же стратегию. И я показывал, что... А, ничего я не показывал. Я показывал, что вот 6,3% и что я такую же открыл. Итак, смотрим. Вот один из моих счетов. Который я вам показывал в прошлом видео. Я говорил, что абсолютно беспроигрышная вещь. Что я получу в любом случае плюс. Как бы далеко нефть не выросла. Что произошло? Ну, нефть выросла. У меня была позиция где-то вот здесь. Ну, нефть выросла. И, смотрите, самая верхняя линия, вот она пошла на уклон. Что это значит? Это значит, что максимальная моя потенциальная прибыль уменьшилась. Но, смотрим вот на две нижние линии. Ну, конкретно на красную. Красная линия это текущее состояние. То есть, она была вот здесь и повысилась вот сюда. То есть, по вариационной марже здесь у меня плюс. И я не беспокоюсь даже вот насчет этого. Потому что... Ну, потому что она не дошла еще вот до этой вот ступеньки. Когда она сюда дойдет, что я сделаю? Я передвину вот эту вот ступенечку. Она будет вот здесь. Но уже боюсь, что вот этот вот плюс у меня немножечко уменьшится. А если нефть пойдет сюда, вниз, то я куплю пут. Потому что мне кто-то сказал, что слева у меня незащищенное крыло. Конечно, я за этим слежу. Как только нефть пойдет на понижение, я вот это вот крылышко подниму. Без проблем, как вы понимаете. Потому что чем дальше оно уйдет сюда, тем дешевле будет поднять вот это крылышко. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас на втором счете. На втором счете у нас вот такая картина. Здесь вообще, посмотрите, вот на красную линию. Вот она, да? Она вообще плоская в достаточно большом диапазоне. Поэтому я посмотрел сюда. Да, значит, здесь то же самое съехало. Но красная линия плоская. Ничего абсолютно у меня не изменилось. До 44 нефть пока не дошла. Я тоже пока не собираюсь ничего двигать. Несмотря на то, что нефть взлетела, я ничего абсолютно не делаю. Я посмотрел, а что здесь делать? А не надо ничего делать. Зачем? Вот. И намного интереснее все на индексе RTS. Потому что он недельный. Это тот самый, который вырос на 6,3% за прошлую неделю. Посмотрите. Так, сейчас я вам переключу вот сюда. Вот такая картинка у меня была в конце прошлой недели. Я, наверное, ее показывал, а может не показывал. И сам индекс стоял вот здесь. Вот здесь стоял индекс. Это было 122 где-то, ну там почти 122,500. Я не рассчитывал, что он вырастет. Вот. Но была вот такая картиночка. И посмотрите. Если бы индекс вырос, то у меня вот она, голубенькая линия, она идет вниз. То есть я по вариационной марже получаю убыток текущий. Вот. Но я-то рассчитывал, что индекс упадет, что он не может вырасти. И, соответственно, то есть я получу прибыль по вариационной марже. Этого не случилось. Нефть очень сильно выросла. Индекс РТС за ней тоже вырос. То есть я получил текущий убыток по вариационной марже. И моя потенциальная прибыль скатилась от 7000, на которую я как бы целился, до, ну, вы видите, где-то там 500 рублей потенциальная прибыль, которая будет на момент закрытия 9-го числа, 9-го июля. Ну, и у меня был дельта по индексу РТС минус 1,02. Естественно, это привело к убыткам. Что я сделал? Я взял и вот здесь вот проданные опционы кол, я их выкупил. Вот что получилось. Такая картина после того, как я их выкупил. После того, как я их выкупил, у меня, естественно, зафиксировался убыток какой-то. Вот он. Но при этом, значит, у меня стало плюс 1,73 РТС. Но это ничего не значит, потому что я продал вот здесь вот эти самые 125. Я уже продал следующие опционы. То есть я передвинул вот эту вот планочку. Вот теперь она у меня стала вот такая картинка, ничуть не изменилась. Но у меня потенциальная прибыль, ну, здесь это в процентах, здесь не в валюте. Ну, на самом деле она стала точно такой. Ну, сейчас 10% фактически прибыль потенциальная. То есть вот картинка ничуть не изменилась. Потенциальная прибыль, которой я иду, она осталась точно такой же, даже увеличилась 10%. Я могу вот эту планочку поднять слегка, но я это буду делать завтра или послезавтра. Потому что поднятие планочки означает вот более крутой вот здесь вот спуск. Это достаточно опасно. Я буду об этом думать попозже. Сейчас ничего не меняется. Моя цель плюс 10%. У меня вот какой-то вот небольшой такой вот убыточек. Ну, посмотрите, зато планочка, диапазон прибыли у меня расширился. И все идет к тому, что я получу вот эти вот денежки. Посмотрите, у меня минус 1800 было. Это было на утро, когда я двигал эти... Ну, это крылышко двигал, текущее состояние. И вот я его немножечко передвинул. Ну, и сейчас давайте посмотрим, что у меня на счете в данный момент. А на счете в данный момент... Вот что. 76400, ну, это также она отражает на предыдущий клиринг. Плюс 425 прибыль дня, потому что, посмотрите сюда, немножечко он подпрыгнул. Я передвинул планочку и сдвинулась назад. Все. Вот видите, вот это вот сдвинулась назад. Поэтому те минус 1800 превратились в 353 рубля плюса. То есть я уже в плюсе. Диапазончик стал шире. Вот посмотрите сюда теперь. Вот этот вот желтенький прямоугольничек. Это та самая полочка. Вот помните, да? Вот такая. Раз. А которые выше, голубеньки, это вот область, где я еще буду в прибыли по цели. Но эта прибыль целевая будет снижаться вот в этом прямоугольничке. И если цена уйдет дальше, то я окажусь где? То я окажусь... Ну, если цена уйдет дальше, вот она вот. Если цена уйдет ниже, например, да, ниже чем 117 500, то потом прибыль начнет увеличиваться снова. То есть она здесь ограничена. Ну, конечно, не хотелось бы получать. Я буду за этим, естественно, следить. Не хотелось бы получать вот убытки, которые вот находятся вот в этой яме. Вот эта яма, это область, когда я получу убытки, я не хочу, естественно, я буду это двигать. И здесь, если цена будет неограниченной расти, ну, естественно, я буду докупать вот эти вот колы, чтобы вот так вот сюда изогнуть. Правда, при этом, почему я этого не делаю прямо сейчас? Потому что это понизит мою общую планочку. А зачем ее понижать, когда она вот здесь? Ну, не хочу. Вот такая ситуация. Ну, я сегодня с утра показал все это на... Вот здесь, в своем чате, естественно, по опционам. Вот как я двигал, потому что я рассказываю людям о том... Не просто о том, что я показываю, а вот я такой крутой все сделал, да? Нет. Моя цель – научить людей двигать. То есть, вот эта идея, как двигать вот эти вот опционы. Как двигать эти крылышки, чтобы получать прибыль. Как я ее получаю? Я рассказываю, то есть, как говорят, что, значит, ну, когда рыбаки сидят, ловят рыбу, подходят к какой-то бедный человек, говорят, слушайте, дайте мне рыбу, мне хочется есть. Они говорят, слушай, мы не дадим тебе рыбу, мы дадим тебе удочку и научим ловить. Так вот, я учу людей ловить рыбку. То есть, самим вот это делать. Вот я поэтому рассказываю подробно в своем чате по опционам. То есть, люди, которые прошли курс по опционам, они получают вот такую информацию. Вот то, что получилось после того, как я продал кол. Вот результат. Все это вы видели только, что я вам показал. Вот все вот это. И ситуация по нефти, которую я не двигал вообще, я тоже в первую очередь, естественно, там рассказал. И если вы хотите подключиться к этому чату, если вы хотите также начать, ну, по крайней мере, научиться работать с опционами, курс по опционам для вас. Ну, правда, он стоит уже, так сказать, ну, 15 тысяч рублей. Это для тех, кто не проходил биржу для чайников. Для тех, кто прошел биржу для чайников, 7500, то есть, ровно половина, 50%. А за 15 тысяч вы получите и биржу для чайников, и опционы. Вот, потому что, ну, курс по опционам будет очень сложно понять, если вы не прошли биржу для чайников. Потому что там есть, ну, некоторые сложности, которые люди потом задают, зачем... То есть, надо пройти курс биржи для чайников. Поэтому в 15 тысяч входит и курс биржи для чайников, и опционы. Если хотите только, так сказать, ну, сначала курс биржи для чайников посмотреть, пожалуйста, 7500. Потом доплачиваете еще 7500. Курс по опционам. Но я понимаю, что многие скажут, что это дорого, что там плохо. Ну, я пытаюсь рассказать то, что могу рассказать в рамках Ютуба. Но, понимаете, нельзя повторить мои сделки. Потому что вы неизбежно будете опаздывать. Вы неизбежно будете опаздывать. И что я решил? Если вы не хотите курс по опционам, но вы хотите повторять мои сделки, например, да, я знаю, что многие пытаются это сделать. То я придумал следующее. Я вот буквально сегодня, наверное, у меня уже открыт счет в брокерском, в брокере Finam. И там есть такой сервис. Я вам об этом расскажу. Сервис следующий. Вы подписываетесь на, вот, ну, подключаетесь к моему счету. И вы прямо вот, я заключаю какую-то сделку. Вы получаете либо смс-ку, что так, значит, такая-то сделка прошла по опционам у Демиткова. Либо вы включаете, что прямо автоматически повторят сделки. И на вашем счете будет повторение этих сделок. Я могу сказать, что это, конечно, тоже сервис платный. Там, сказать, там комиссии очень высокие. Но зато вы не платите 15 тысяч. Я думаю, что многим это понравится. Я его пока еще не открыл. Буду держать вас в курсе. Это будет, ну, как-то интересно. Вы сможете наблюдать. И то же самое, я думаю, сделать в Альфа-банке в ближайшее время. Поэтому оставайтесь на моем канале. Будет интересно. И если вы хотите получать прибыль вот такую же, ну, пожалуйста. Ну, я, по крайней мере, это стараюсь. И в последнее время у меня это получается. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.